Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня хотел бы показать вам потрясающий бой на легком танке 7 уровня. Ау Кривен Пантер, вот как-то так он называется. ЛТшка очень неоднозначная и в принципе в рандоме она сейчас особо не популярна, но на примере этого боя мы увидим, что можно на ней нагибать и главное действовать очень грамотно. Вообще конечно на ЛТ наносить много дамага очень сложно, нужно играть грамотно, что и делал наш герой лезьбой. Для начала он поехал на остров, но тут довольно много противников, они могут обстреливать со всех сторон и на ЛТ тут нет смысла особого стоять, поэтому отсюда наш герой уезжает. Вообще довольно большой размер для легкого танка, но все-таки это не светляк, это в основном дамагер по моему мнению. В принципе с хорошей скоростью светить конечно можно, но и с такой пушкой дамажить можно хорошо. Вот сейчас вы увидите точность этой пушки, она в принципе довольно точная и позволяет хорошо наносить дамаг даже на дальних дистанциях. Вот в городе уже начинают понемногу давить враги, но пока что их сдерживают в союзнике. Наш герой думает, где можно тут найти лазейку, где можно подамажить врагов. Вот видно 34-ку и главное тут увидеть, что на вас никто не обращает внимания и уже дамажить спокойно. А вот только кто-то на вас наводится, нужно сразу уезжать, потому что все-таки это легкий танк, легко пробивается, прочности немного. Хотя для легкого танка 950 прочности в принципе довольно неплохо. Удалось уже немного подамажить 34-ку, но это только начало. Наверное наш герой даже и не подозревал, чем обернется этот бой. Вот посмотрите, даже в типа 58 удается попасть, хотя совсем кончик только торчал, пушка в общем довольно точная. И посмотрите, у нее нету дульного тормоза, это означает, что танк меньше светится, когда стреляет. Это тоже преимущество. Вот тут уже враги начинают активно давить с города уже почти полкоманды с Лиланса, непонятно где. Наш герой видит, что на него не обращает внимания, просто надамаживает всех, кого видит. Даже квас смотрит в другую сторону. Хотя наш герой светится, но все думают, что он особо не опасен. Это обычная ЛТшка, да что она сможет сделать. Но нет, наш герой отлично всем раздает, уже почти 2000 дамага смог нанести для ЛТшки. Это уже много. И в принципе, сейчас важно просто смотреть, на кого агрятся враги. Вот посмотрите, только наш герой увидел, что 3-4 обратил на него внимание, он сразу пытается спрятаться. Вот 3-4 отстрелялась и есть время по ней пострелять немного. Вот М6 тоже смотрит в другую сторону, и наш герой тоже пользуется этой ситуацией, но смотрит именно тех врагов, которых можно добить. Это совершенно верно, потому что лишний ствол у врага, он еще так же больно бьет, как и ствол фулового танка. Вот Квас, конечно, очень опасный танк, все-таки его ИСУ добивает своей суперпушкой. Тут непонятно, куда стрелял 3-4, наверное, она стреляет без сведения. А без сведения, конечно, на этом танке вообще нельзя никогда стрелять. Ну, вот помогает в данном случае ИСУ-шка убить 3-4, потому что все-таки 3-4 представляла тут больше всего опасности. И уже с центра подъезжают две ПТ-шки. Ягдтигр 8-8 и Т-28. Наш же герой пытается как-нибудь их подамажить, то есть, чтобы они не были на него сагрены. Может быть, они просто проедут как-нибудь бортом, и удастся хотя бы немного нанести им еще дамагу. Да и плюс еще засвет тут тоже важен, что еще есть ИС-3 какой-то. Возможно, он не самый грамотный, но, может быть, хотя бы один раз сможет дать, и это уже будет польза от него. А Т-8 сагрелос. Тут Т-28, конечно. Довольно большой дамаг, и это очень плохо, потому что остается ХП всего ничего. Но каким-то чудом удается поджечь Т-28. У него сгорает почти. 60% ХП. И наш герой решает выбрать какую-то другую позицию. Возможно, можно будет с горочки пострелять. Но тут появляется Ягдтигр 8-8. И, конечно, это вообще просто сладкая цель. Целая ПТ-шка. Неповоротливая, здоровая. С кучей ХП. Это просто кайф для ЛТ. Конечно, нам просто приятно сейчас ее раздамаживать. Совершенно без напряга наш герой ее разбирает. Но ПТ-шка хотя бы понимает, что единственный шанс у нее хотя бы как-то выжить, это прижаться к чему-нибудь. И тем самым не дать ЛТ-шке обойти. Но шансов, конечно, уже нету у Ягдтигра. Ой, то есть... А, ну да, у Ягдтигра 8-8. Здесь, в принципе, удается уничтожить. Но подъезжает арта СУ-5. Тут, конечно, у чувака просто вообще супер реакция. Вы посмотрите, он мог уже, наверное, раза два выстрелить на арте. Но почему-то не стрелял. Все враги, как вы можете видеть по миникарте, уже подъезжают к базе. И сейчас, конечно, захватом тут не выиграть никак. Наш герой все-таки продумывает дальнейшие действия. Может быть, все-таки удастся как-то захватить. Тут, может быть, враги тупанут, но понимает наш герой, что это дело такое провальное. Что ни в коем случае сейчас невозможно будет взять. Потому что там три противника. Они все равно быстрее смогут взять базу. И наш герой предпринимает очень смелые действия. Он едет на гору, чтобы оттуда посветить, как-нибудь подамажить. Тут же есть Т-28, который пытается залезть на гору. Напомню вам, что АТ-8 очень слепая машина. Она вообще ничего не видит. У нашего героя есть труба. Он засвечивает, ну, конечно, даже без трубы АТ-8. И за счет того, что дульного тормоза нет, он может спокойно по нему стрелять и даже не осветиться. В принципе, точность тут неплохая, но все равно АТ-8 довольно бронированная машина. Правильно, наш герой делает, что уничтожает типа 58, чтобы он не брал базу. Также наш герой смотрит, куда едет Т-28. Ему удается накинуть разок. Таким образом, наш герой контролирует сразу двух врагов, чтобы АТ-28 не объехал, как-нибудь не подъехал сзади неожиданно. Как-то АТ-8 пытается прятаться, потому что понимает, что он в засвете и по нему легко работает наш герой. А он ничего даже не видит, потому что обзор ужасный у этой ПТ-шки. Наш герой понимает, что нету тут уже Т-28. Она уже поднялась почти что на гору. И значит, сейчас можно напихать ей в корму. Вот, отлично. Она тут стоит уже, подготовилась. И, конечно, шансов у нее никаких нету. Просто чудесно разбирается и отправляется в ангар. А ведь, если бы встали бы враги на захват, они могли бы и выиграть. Вот Исуха выражает респект нашему герою. Конечно, он действует очень грамотно. Он не лезет на рожу. Он понимает, что сейчас главное очень аккуратно играть, потому что шансов на ошибку нету. И наш герой предпринимает попытку пострелять из ближних кустов, потому что уже АТ-8 не светится. Вот он ее засвечивает. Тут, конечно, на самом деле ему нужно было еще от кустов немного отъехать. Так бы он даже не светился бы, если бы отъехал после засвета. Но, в принципе, сейчас просто гениальный ход был. Да и к тому же АТ-8 он мог стрелять без засветки. То есть попасть просто в эти кусты по трассеру и убить нашего героя. Но наш герой действует еще хитрее. Он решает объехать ПТ-шку с острова. И тем самым сделать ей такой нежданчик. Она совершенно не будет такого ожидать. Она будет сейчас смотреть в другую сторону. Вот как вы можете видеть, все-таки АТ-8 хоть и большая, но очень быстрая. Спокойно может менять позицию. И посмотрим, куда же смотрит АТ-8. А смотрит АТ-8 совершенно в другую сторону. Пытался эта ПТ-шка, видимо, доехать до уничтоженного танка и там спрятаться за ним. Но идея была неверная. И наш герой, конечно же, без труда ее добирает. Просто шикарный бой, я считаю. Очень редко такие бывают. И действительно, на легком танке столько дамага нанести. Нужно быть очень скиллованным игроком. Итак, а вот результат этого боя. 3.220 опыта. Это просто шикарный результат. 8 фрагов, 85 тысяч кредитов, 6.686 дамага. И это на ЛТ-шке. Очень много. Медаль Редли Волтерса, медаль Воина, медаль Защитника, а также знак классности Мастер. Поздравляю нашего героя с ником Алексея Вайс. Отлично он сыграл. И спасибо вам, дорогие зрители, что смотрели. Удачных вам боев в рандоме. И пока.